Друзья, добрый день! Меня зовут Анастасия Ахмедова. Спасибо, что посетили мой канал. Сегодня я подготовила мастер-класс по этой чудесной розе. После просмотра вы сможете сделать себе такую же красивую и эффектную брошь в любом желаемом вам медцвете. Для розы нам понадобится два вида мягкой, легко драпирующейся тонкой кожи. Такую кожу можно купить в интернет-магазине на ярмарке мастеров. Или посмотрите в местном магазине для рукоделия. Внизу под видео я оставлю ссылки на магазины, где я уже много лет покупаю такую замечательную кожу. Также понадобится выкройка, ссылка на которую вы найдете под видео, полоска ваты, клей ПВА подходящий для кожи, проволока для веточки листьев, булавка, на которую будем крепить брошь, ножницы и емкость для развода клей ПВА с водой. Тянущими движениями определяем то место, где лучше всего тянется кожа. Ровно поперек прикладываем выкройку и выкраем лепестки в нужном количестве. Советую начинать кроить самых больших лепестков и вырезать, оставляя ручку за границей лепестка. Аналогичным образом поступаем и с листьями. Все выкраенные детали обработать раствором клея ПВА с водой в соотношении 1 к 3. Советую начать обработку с листьев и крупных лепестков, а маленькие лепесточки с бутона обработать в самую последнюю очередь. Лист пропитанный раствором, уже влажный, нужно аккуратно порастягивать, чтобы он стал тоньше и мягче. Если он в процессе растягивания подсох, можно еще добавить раствором. Чтобы наши прожилки были с обоих сторон листика, делим его пополам. Начиная от основания, складываем каждую сторону гармушкой. Чем меньше складочки, тем красивее будут потом прожилки. Сложили складочки и заворачиваем. Прям посильнее можно, посильнее завернуть. Подождать определенное время, пока чуть-чуть подсохнет. И разворачивать еще влажный листик. Аккуратно разворачивать и придать ему нужную форму, как у живого цветка. И потом отправить его сушиться. Аналогично обрабатываем раствором самые большие лепестки розы. Также их слегка растягиваем, растягивая, растягивая. И складываем гармушкой и сворачиваем. Прям сворачиваем плотненько-плотненько, насколько позволяет эта кожа. Еще влажный лепесток разворачиваем. Аккуратно, чтобы наши складочки не разровнялись. И складываем буковкой Г. Так складываем все наши большие лепестки. Начните обработку лепестков бутона от самого маленького к большому. Показываю два варианта обработать маленькие лепестки от бутона. Первый, самый легкий, это бульками. Возьмите бульку нужного размера. И нижнюю часть лепестка натяните на бульку, придавая ему круглую форму. Верхнюю часть лепестка вытяните. Она будет у нас сворачиваться в трубочку. Самый маленький лепесток будет у нас полностью закрыт. Он будет закрывать бутон. Кончики всех последующих лепестков будут у нас чуть-чуть раскрываться, чтобы создавалось впечатление, что роза распускается. Обратите внимание, что следующие несколько лепестков обрабатываются лицевой стороной внутрь, чтобы раскрывающиеся кончики оказались на лицевой стороне цветка. Размер бульки не меняется. Она такого же размера, как и на предыдущем лепесточке. Смотрите, нам нужно показать, как бутон роза распускается. То есть теперь на каждом лепестке бутона нам нужно закручивать кончик. Каждый раз кончик закручивать надо больше и больше, чтобы показать все стадии раскрытия бутона. Обратите внимание, что 4-5 крайних лепестков нужно сделать уже лицевой стороной наружу. И чуть-чуть подкрутить. Эти крайние лепестки будут закрывать наш бутон. Не будет видно изнанку предыдущих лепестков. Второй способ посложней, без булик. Все по кругу. Увлажнили, растянули, сложили гармошкой, закрутили. И вот уже раскручивая, аккуратно растяните в середине лепестка, придавая ему выпуклую форму. Когда я форму эту придали, сверху аккуратно, пальчиками закрутите лепесточек. Все, отправляем на просушку вместе с другими лепестками. Когда все лепестки просохнут, можно приступать к сборке самой розы. Для плотненького красивого бутончика нужно сделать ватную заготовку. Размеры определить по самому маленькому бутончику. Периодически прикладывайте лепесточек, чтобы заготовка получилась не сильно большая. Начинаем собирать бутончик с самого закрытого лепесточка. После этого лепесточка приклеиваем остальные лепесточки, которые с изнаночной стороной наружу. Чем хорош клей ПВА? Что, если не нравится, как лепесток прилип, можно оторвать, приклеить на другое место, еще раз оторвать, приклеить еще на другое место. В общем, я рекомендую пользоваться клеем ПВА. И на самый конец оставляем те лепестки, которые лицевой стороной наружу, чтобы закрыть изнанку бутона. При сборке бутона следите за тем, чтобы сверху лепестки были на одном уровне. Бутон собран. Продолжаем. Советую начать сборку самых маленьких и самых закрученных, чтобы был плавный переход от бутона к этой широкой части цветка. Будет смотреться очень красиво. И также, пока собираете, приложите лепесток. Не нравится, оторвите, переместите его в другое место и так постепенно собирайте, меняйте. Нравится. Я иногда даже уже, когда соберу цветок, потом полностью могу его разобрать, пока не высох клей поварю. Субтитры сделал DimaTorzok может такое случиться, что лепесточки останутся или вообще их не хватит. Можно просто будет вырезать и обработать новые. Смотрите уже по своей розе, когда она получится та самая идеальная, красивая, тогда и можно будет заканчивать. Собранную розу отправляем на просушку. Сначала я хотела сделать более повседневную розу, ну и цвет соответствующий, но она получилась такая красивая, я решила сделать ее более торжественной. Зеленые листья, подходящие для повседневной розы, я заменила черными и более праздничными. Обработка их ничем не отличается, все точно так же, как и с зелеными. Чтобы веточки были более мобильные, посажу все листики на проволоку и сделаю веточки с тремя и двумя листиками. Каждый листик приклеиваем на длинную проволоку, но к основным листьям приклеиваем длинную полоску кожи, а к второстепенным листьям веточки короткие. Трешний край полоски кожи можно закруглить и аккуратно, плотно прижимая, приклеить ко всем листьям. Длинной полоской кожи от основного листа будем вплетать всю веточку, вплетая второстепенные листики. основной лист сделала чуть повыше и второстепенный чуть пониже. У нас хоть и стилизованная веточка, но все равно она будет выглядеть как настоящая. При примерке таких шикарных листьев я решила, что для такой розы это слишком мало, ей нужно больше торжественности и в код пошли уже перья, стразы, жемчуг. В общем, я еще вклеила туда, подготовила такую веточку и вместе с листьями приклеила ее к розе. Чтобы листья не съезжали, когда приклеиваю основание, я сначала их приклеиваю к цветку, используя пергаментную бумагу и после этого уже приклеиваю основание. Я не давала выкройку основание, потому что я вырезаю ее в последнюю очередь. Смотрю, как у меня получился изнаночная сторона цветка и уже поэтому смотрю, какой мне нужен размер этой самой подкладки. Все смазываю клеевом ПВА. Смотрим, где лучше всего располагать брошь и приклеиваем. Такая прекрасная брошь получилась. Вы можете ее сделать любого любимого вами цвета. Надеюсь, мастер-класс был вам полезен. Я постаралась максимально показать все этапы работы. Если у вас возникнут вопросы, можете задавать их в комментариях. Я на них с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok